Сегодняшняя тема. Сейчас их просто вымели, говорит Михаил Степанов, директор по маркетингу крупной оптовой фармацевтической компании, имеющей собственную розничную сеть. Но это было предсказуемо. Аптеки продали то, что было, но больше пока эти препараты не берут, понимают, что не продадут. В свою очередь, Виктор Григорьев не понимает, почему все так переживают по поводу ограничения продажи этих лекарств. Он считает, что ничего чудодейственного в кодеине нет, есть много других обезболивающих и противокашливых препаратов с таким же действием. К тому же самолечение именно этими препаратами может быть опасно. Так, коделак, который многие пьют от кашля, не лечит истинную причину заболевания, а подавляет кашливый центр мозга, от чего вы просто перестаете кашлять, но не выздоравливаете. В случае, если болеющий пневмонией еще не знает о своем заболевании и принимает без назначения врача лекарства от кашля с кодеином, у него могут развиться гораздо более тяжелые заболевания. Мокрота не будет выходить из легких с кашлем, как это должно быть, а будет провоцировать развитие вторичной инфекции. Сейчас же кодин содержащие препараты из рецептурных, а по факту, без рецептурных, переходит в группу препаратов отпуска строго учета. Это значит, что провизор не просто просит вас предъявить рецепт на лекарство, но и забирает его, подшивает, амбарную книгу аптеки и вносит в нее запись, какого препарата и сколько отпущено. Провизоры теперь с пристрастием будут смотреть рецепты у покупателей, чтобы им не всунули, липу. Иначе они рискуют не только служебным положением, но и свободой, за отпуск препаратов строгого учета с нарушениями предусмотрена статья Уголовного кодекса. Все больницы скорой помощи передают городской наркологической больнице сведения о поступивших к ним пациентах с явными признаками употребления дизаморфина или с выявленными в ходе опроса. За почти год такого мониторинга было выявлено всего три дизаморфинщика. Эта проблема, поясняет Григорьев, больше характерна для периферии, для регионов с низким достатком. Даже пациенты нашего диспансера отрицательно отзываются, крокодили, это, стремно. От внутривенного введения наркотика на основе кодеина развивается некроз тканей, поэтому и прозвали его крокодилом, он как будто откусывает руки и ноги. Обобщая все «за» и «против», врач назвал эту меру правильной, поскольку даже если запрет свободного отпуска коденсодержащих препаратов поможет снизить число наркоманов хоть немного, значит, мы движемся в верном направлении. Было бы неплохо, если бы и народ перестал заниматься самолечением. Оксана Елисеева Ставь лайк и подписывайся